Так, ну окей, мы можем пройти дальше. Наконец-таки мы ушли из Снежного Града. Сложная миссия, кстати, была. Сложно сражаться было с Папирусом. Мы сейчас находимся в пещерах уже, да? Санс уже здесь, тут как тут просто. Йо, ты тоже здесь прячешься? Чтобы увидеть её. Потрясно? Она наукр... Наикрутейшая, да? Я хочу быть таким же, как она, когда вырасту. Эй, не говори моим родителям, что я здесь. Ха-ха. Окей. Это эхо-цветок. Он повторяет последнее, что услышал снова и снова. Ловко, да? Мне кажется, он повторил за Сансом. Ловко, да? А, не-не-не, я понял, понял, понял. А можешь что-нибудь другое сказать? И цветок, чтобы повторил это. Мне кажется, нет. Ладно, без разницы. Господи. Так, давайте сохранимся. Шум бегущей воды наполняет вас решимостью. Привет, Санс. Что? Никогда раньше не видел парня, работающего на двух работах? К счастью, две работы означают в два раза больше перерывов. Я иду к Грилби. Хочешь присоединиться? А почему бы и нет? Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда. Я знаю короткий путь. Он меня обманывает, походу. Нет, мы пришли к Сану Грилби. Нифига себе. Быстро срезали их, а? Привет всем. Хей, Санс. Привет, Санс. Приветствую, Санс. Приветик. Сансик. Хей, Санс. Разве ты не завтракал здесь всего несколько минут назад? Не, я не завтракал. По крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с обедом. Идеальные шутки. Сюда устраивайся поудобнее. Упс, смотри, куда садишься. Иногда шутники могут подкладывать подушки-пердушки. Ну ладно, давай что-нибудь закажем. Чего хочешь? Фри или бургер? Я хочу бургер. Эй, звучит вполне неплохо. Грилби. Нам два бургера. Скажи, что ты думаешь о... О моем брате. Крутой? Конечно же, он крут. Ты бы тоже был крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он в нем моется. Неплохо. Два бургера нам принесли, неплохо. А вот и еда. Хочешь немного кетчупа? Мне кажется, это будет ловушка. Шутка какая-нибудь опять-таки. Ладно, давайте все равно. Бон аппетит. Вы наклоняете кетчуп. Крышка падает и весь кетчуп из бутылки вываливается на вашу еду. Упс. Ах, забудь об этом. Можешь взять мою порцию. Я так и говорил, что с кетчупом что-то неладное. Я все равно не голоден. Ему главное пошутить, ему без разницы, может не есть. Но без шуток он не может. В любом случае, круто или нет. Но согласись, что Папирус старается. Я о том, как он изо всех сил старается стать частью Королевской Стражи. Однажды он отправился к дому главы Королевской Стражи. И умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверь перед ним. Потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно, эм, все еще продолжается. Окей. Ах да. Я хотел спросить тебя кое о чем. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Да. Значит, ты все о них знаешь? Эхо цветок. Они растут по всему болоту. Скажи им что-нибудь, и они будут повторять это снова и снова. Что с ними? Ну, однажды, во-первых, рассказал кое-что интересное. Иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок и шевчет ему что-то. Лесть, советы, поощрения, пророчества. Странно, да? Кто-то, наверное, пользуется эхо-цветком, чтобы подшутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Это, знаете, как совет был какой-то. Скорее всего, это тот самый цветок, который, бешеный цветок, он шепчет этим эхо-цветам. Вот эти вот штуки. Ну, мне лишь предположение. Что ж, это был долгий перерыв. И я не могу поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так надолго. О, кстати. У меня не гроша. Может, оплатишь? Оплатишь наш счет? Господи. Всего лишь... 10 тысяч монет. Я не знаю, что в этом случае нажимать. У меня нет столько денег. Нет? Шуткую. Я так и понял. Грилби, запиши это на мой счет. У меня нет столько денег. Были бы такие деньги, я бы с удовольствием оплатил. Кстати, я хотел сказать что-то... Но я забыл. Окей. Ну, надо бежать опять-таки в ту сторону, я так понимаю, да? Как это они умудрились так быстро добраться до лавки Грилби? Непонятно. О, привет. Так, ты вернулся, чтобы пойти со мной на свидание. Ты, правда, отнесся к этому серьезно. Я должен отвезти тебя в одно очень особое место. Место, где я люблю проводить много времени. Пойдем. Я уже на библиотеку пойдет. Домой пойдет. Только не говорите, что он пойдет домой. Мой дом. Давайте зайдем, мы еще не заходили к нему домой. Это ручной камень моего брата. Он постоянно забывает его покормить. Как и обычно. Мне пришлось взять его... Эээ... себе. Камень покрыт кондитерской посыпкой. Что это? А это кухня у нас, окей. Мой брат всегда ходит куда-то поесть, но... Недавно он попытался испечь что-то. Это было похоже на пирог. Но наполненный сахаристой субстанцией без яиц. Что за абсурд? Впечатляет? Я увеличил высоту своей раковины. Молодец. Это просто аплодисмент. Я думал, это какой-то шкаф. А это он просто увеличил высоту своей раковины. Теперь я смогу засунуть под нее еще больше костей. Господи, ну там же этот щенок. Который ворует у тебя кости. Что? Лови это ходячее недоразумение. Проклятие. Даже Санс понимает, что это выглядело весело. Хватит портить мою жизнь случайными звуками. Так, холодильник. Ага, заинтересовался моим музеем еды. Прошу, оцени мою кулинарную выставку. Половина холодильника забита контейнерами, на которых написано спагетти. В другой половине нет ничего, кроме пустых пачек из-под чипсов. И мусор. Это мусорное ведро. Посещай его в любое удобное для тебя время. Окей. Обязательно посещу, если нужно будет. Грязный носок с кучей прикрепленных записок. Санс, пожалуйста, подними свой носок. Окей. Не клади его обратно, убери его. Окей. Ты убрал его на 2 сантиметра левее. Забери его. Окей. И не приноси его назад. Окей. Он все еще здесь. Ты же сказал не приносить его назад в мою комнату. Забудь. О, это мое любимое шоу. Говорят, оставайтесь. С нами в ожидании новой передачи. МТТ. Говорят. Что? Обычно оно интереснее. Это просто плохой эпизод. Не осуждай меня. Окей. Это сборник анекдотов. Заглянуть внутрь? А, давайте заглянем. Внутри сборника анекдотов лежит учебник по квантовой физике. Вы заглянули внутрь. Внутри учебника по квантовой физике лежит еще один сборник анекдотов. Вы заглянули внутрь. Внутри еще одного по квантовой физике. Вы решили остановиться. Окей. Да, действительно. Давайте, может быть, диван можно посмотреть. Вы трогаете диван. Он издает булькающий звук. На диване вы находите горстку подсыпанных монет. Вы получили 20 монет. Неплохо. Не зря диван посмотрели. Это моя комната. Если ты все осмотрел, мы могли бы подзайти и заняться тем, чем люди занимаются на свидании. Пока что нет. Пока не хочу. Давайте к Сансу зайдем. Классическая картина. Она напоминает мне о самом важном в жизни. О косях. Дверь закрыта. Ладно, идем тогда туда. Не знаю, чем люди занимаются при свиданиях. Сейчас мы это и узнаем. Сейчас мы это узнаем. Эй. Это те атаки, что я использовал на тебя. Прекрасные воспоминания. Ха. Выглядят так, будто это было только вчера. Даже несмотря на то, что это было только что. Действительно. Интернет. Я там весьма популярен. Осталось всего 10 до двухзначного числа подписчиков. Естественно, за славу приходится платить. Чертов тролль заспамил мою онлайн персону. Постоянно шлет мне глупые шутки дурацким шрифтом. Я даже знаю, кто это делает. Скорее всего, делает Санс. Эта книга один из моих любимых. Одна из моих любимых. Или эти книги. Ладно. Головоломки для критического мышления. Это еще одна книга из моих любимых. Игры с плюшевым зайцем. Концовки всегда захватывают меня. Крутой флаг, не так ли? Андайн нашла это у залива. Я думаю, это из мира людей. Так, я знаю, о чем ты думаешь. Почему на человеческом флаге нарисован крутой скелет? Ну, есть у меня теория. Я думаю, что люди произошли от скелетов. Яхаха. Ах да, мои фигурки. Отличный способ спланировать ход битвы. Откуда у меня их так много? Что ж, давай я просто скажу, что они от улыбающего дядьки, любящего дарить подарки. От Деда Мороза или Санты Клауса, как у них. Да, верно. От Санты. Да, действительно, видите. Это моя кровать. Если я когда-нибудь окажусь на поверхности, я бы хотел прокатиться по длинному шоссе. Чтобы ветер развивал мои волосы. Чтобы солнце горело мою кожу. Конечно, это всего лишь мечта. Вместо этого я рулю, пока сплю. Действительно. Волосы, кожу, все, что у него есть, да? В кавычках. И здесь нет никаких скелетов в моем шкафу. Заключение меня. Временами. Заглянуть в шкаф? Давайте заглянем. Внутри аккуратно развешенная одежда. Окей. Ну, а что здесь еще делать? Ну, Эм. Если ты все посмотрел, хочешь начать свидание? Давайте, без разницы. Хорошо, свидание начинается. Свидание началось. Господи. Вот и мы на свидании. На самом деле, я никогда подобным не занимался. Но не волнуйся. Нельзя быть готовым без второй половины. Я взял свод правила свидания в библиотеке. Мы готовы хорошо провести время. Посмотрим. Шаг первый. Нажми клавишу С. На своей клавиатуре. Окей. Что это такое? Лаушки. Я чувствую себя таким осведомленным. Господи. Население. Подтекай. ВТ. Зло. Окей. Я думаю, мы готовы для шага два. Шаг два. Позвать на свидание. Хм. Человек. Я великий папирус. Хочу пойти на свидание с тобой. Давай. Правда? Ваушки. Думаю, это значит, что настал шаг три. Шаг три. Наденьте красивую одежду и поразите всех. Хм. Подожди-ка секунду. Наденьте красивую одежду. Этот бин свисающий с твоего тела. Ты одет в одежду прямо сейчас. И даже раньше на тебе тоже была одежда. Нет. Неужели? Ты с самого начала хотел встречаться со мной? Господи. Все. Мы просто поразили его. Нет. Это все спланировано. Ты лучше разбираешься в свиданиях, чем я. Нет. Твоя сила свиданий. Не вздумай полагать, что я уже побежден. Господи. Я великий папирус и никогда не был побежден на свидании и никогда не буду. Я легко сравнюсь с тобой. Видишь? Я тоже надел одежду. На самом деле, я всегда ношу свою особую одежду под обычной. На случай, если кто-то пригласит меня на свидание. Узри. Клевый чувак. Просто молодец. Как тебе мой секретный стиль? Конечно офигенный. Нет. Искренний комплимент. Господи. Однако. Ты по-настоящему не понимаешь вскрытой силы этой одежды. Следовательно. Все, что ты сказал, наверное... А, все, что ты сказал, неверно. Это свидание не продолжится дальше. Пока не будет найден мой секрет. Но этого не случится. Двигай и осматривай с помощью З. Сначала на этой майке мне было написано клевый. Но я ее улучшил. О, окей. Совет эксперта. Вся одежда может быть улучшена таким способом. Кепка. Моя шляпа. Моя шляпа. Моя шляпа. Ну что ж, ты нашел мой секрет. Полагаю, у меня нет выбора. Это подарок. Подарок специально для тебя. Открываем. Ты знаешь, что это такое? Без понятия. Я. Верно. У тебя нет идей. Несмотря на то, что это все еще спагетти. Господи. Да ладно. Это не какая-то там обычная паста. Это работа мастера. Элегантные спагетти, выдержанные в бочонке из дуба. Из дуба. А затем приготовленный мной мастер-шефом-папирусом. Человек, пора с этим покончить. Так не можешь побольше... Не может больше продолжаться. Давайте поедим без проблем. Вы сделали небольшой укус. Ваше лицо рефлексивно скривилось. Вкус не поддается описанию. Что за неописуемое выражение? Ты, должно быть, действительно любишь мою стрипню. А это значит меня... А это значит меня? Может, даже больше, чем следует. Значит, для меня, возможно, там должно было быть написано. Нет! Ну все, сила свиданий просто, ребят, зашкаливает. Человек, теперь все понятно. Ты по уши влюблен в меня. Все, что ты делаешь. Все, все, что ты говоришь. Это все ради меня, человек. Я хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Пришло время мне выразить свои чувства. Пришло время, чтобы сказать тебе. Я папирус. Я... Я эм... Парень. Здесь жарко или это просто я... Ох, брось. Человек, я... Мне жаль. Я не люблю тебя, так как любишь ты меня. Романтически, я думаю... Я имею в виду... Я слишком... Переусердствовал. Мне казалось, что поскольку ты флиртовал со мной... Я должен был пойти с тобой на свидание. Тогда на свидании чувства бы расцвели. И я смог бы разделить с тобой твою страсть ко мне. Но, увы, я великий папирус. Потерпел неудачу. Мои чувства остались прежними. И вместо этого на свидании я лишь сильнее погружал тебя в твою сильную любовь ко мне. Темную тюрьму страсти без выхода. Как я мог так поступить с моим дорогим другом? Нет, стой. Это не так. Я не могу все провалить. Человек, я помогу тебе пройти через этот трудный период. Я стану твоим крутым другом. И случаи вроде этого больше не повторятся. И после всего того... Ты очень крут. Будет очень жалко потерять твою дружбу. Так что, пожалуйста. Просто не плачь из-за того, что я не стану целовать тебя. Потому что у меня даже нет губ. И, эй, однажды ты найдешь кого-то такого же великого, как я. Хотя, нет, это неправда. Но я помогу тебе в поисках лучшего. Я-ха-ха. Господи. Так, ох, если я когда-нибудь понадоблюсь, вот мой номер телефона. Звони мне, когда угодно. Платонически. Что ж. Пора бежать. Господи, просто. Ну что происходит в этой игре? Просто что происходит? Можем либо сейчас к Сансу зайти. Дверь закрыта? Нет, мы не можем. Это довольно весело, ребята. Действительно, это довольно весело все выглядит. Из этого амбара мы вышли, да ведь? Так, окей. Давайте, ладно, идем дальше. Раз уж мы уже здесь поговорили с ним, с Папирусом. Интересно, сейчас появится Папирус? Или просто мы пройдем? О, просто прошли, видите, не появился. Окей. Окей. Так, проходим дальше. Здесь Санс до сих пор стоит. Давайте сохранимся еще раз. Потому что мы довольно-таки много сейчас прошли. Целых 15 минут добавились. Давай потусуемся еще как-нибудь. Давай, давай, конечно. Так, окей. Это сундук. Вы можете положить предметы или забрать их. Только вот зачем? Вы не можете использовать предметы, когда они в сундуке. С уважением. С сундука ненавистник. Окей. Нам нужно сделать мост. Или нет? Или у нас уже готов мост? Давайте пройдем здесь. Так, цветочек. Это который может повторять то, что он услышал. Клянусь, я видел что-то. Позади этой текущей воды. Окей. А мы не можем, да, так пройти? Возможно, мы должны пройти как-то здесь. То есть позади текущей воды. Ай. Да, действительно. На земле лежит балетная пачка. Возьмите ли вы это? Давайте возьмем, почему бы нет. Вы получили старую балетную пачку. Интересно, для чего это она тут лежит. Так. Как-то темно здесь стало, если честно. П-привет, Андаин. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. А? Сражался ли я с ним? Да, конечно. Я сражался. Я сражался с ним доблестно. Что? Схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андаин. Но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Ну, Андаин. Тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли? Видишь ли? Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Такие дела. Это Андаин у нас оказывается. Воу. Ой-ой-ой. Андаин меня спалил. Ой-ой-ой. Кажется, ребят, попахивает жареным. А, мы сейчас стоим, типа. Он думает, что... А, ладно, показалось, да, наверное? Да-да-да, действительно. Фу. Тихо-тихо. Уходи, уходи, демон. Хорошо, проходим дальше. Вот здесь тоже сохранение. Привет. Йо, ты видел, как она на тебя посмотрела? Это... Это было круто? Я так завидую, что ты сделал такого, чтобы заполучить ее внимание. Ха-ха. Погнали. Посмотрим, как она побьет плохих ребят. Взял, упал. Так, окей. Ужас с холодом пробегает по коже. Но вы не теряете решимости. Проходим дальше. Так, какие-то странные здесь надписи. Когда четыре мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. В ряд. Как бы поставить их в ряд? Я ж могу их двигать, нет? А, я могу их ставить. Ну, все понятно. Окей, прикольно. Вот так это все делается. Они даже расцветут, и после этого, как говорилось там у нас в подсказке, мы можем про ним пройти. По ним пройти, все верно. Воу. Аарон показывает мускулы. Господи. Вот что это за существо? Это русалка? Русалка-конь? Ха-ха. Господи. Фантазия, конечно. Я просто радуюсь. Так, давайте, ладно, пройдем дальше. Так, давайте попробуем, что нам нужно сделать. Здесь можно поставить две штучки. Так, давайте посмотрим. Если допущена ошибка, колокол цветения может созвать мостовые семена обратно. О, прикольно. То есть, если мы что-то сделали неправильно. А давайте, знаете, что сделаем? Раз. Два. А, нужно же четыре. Господи. Они же в четыре в ряд должны быть. Я понял. То есть, здесь та же самая, ребята, система. Та же самая система. А если та же самая система, значит, можно сделать так. А, нет, а так нельзя сделать. Значит, можно сделать так. Ну же, кидайся. Я хочу прочитать сначала эту табличку, потом вернем все обратно. Я думаю, вы понимаете, зачем я это делаю. Читаем табличку. Поздравляем! Вы провалили головоломку. Окей, спасибо. Я не провалил ее. Я хотел прочитать табличку. Мне было интересно. Так, головоломка. Куда мы можем пойти? Только туда и все. Здесь можно четыре. Четыре нужно использовать. В любом случае. Так, четыре используем. В каком случае? Как можно это сделать? Я понял как. Но можно ли отсюда его кидать? Да, можно, можно, можно. Безо всяких проблем. Рассветают они, когда вчетвером они становятся в ряд. Все, супер. Все сработало. Как надо. Звонок. Привет, это Папирус. Как я раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Ха-ха. Так. Что на тебе надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что мерзкий бинт. Это так. На тебе мерзкий... Это так? На тебе мерзкий бинт? Что вы скажете? А какой мерзкий бинт? Почему мерзкий бинт? Он говорит. Значит, на тебе мерзкий бинт. Понял. Подмигнул. Хорошего тебе дня. Зачем? Зачем про это спрашивали?